Мы продолжаем эфир. Хочу представить вам следующего гостя. Это Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, директор агентства реформирования сектора безопасности. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Хотел бы начать разговор с прекрасной новостью. Сегодня утром воздушные силы Украины всего за 18 минут сбили четыре ударных российских вертолета. По предварительным данным, это вертолеты К-52 аллигатор, которые россияне называют летающими танками. И, к слову, они очень гордятся ними. А вот такой результат, о чем он говорит? Результат однозначно говорит о том, что наши войска с каждым днем повышают свою способность противостоять врагу, даже с теми средствами, которые у нас есть. Кстати, в этот же эпизод можно и включить то, что во время массированного ракетного удара по Украине один из наших бойцов, используя зенитно-ракетный комплекс «Стингер», уничтожил две кроватые ракеты. Это тоже говорит про профессионализм наших военных и то, что они используют оружие, которое нам передали партнеры, даже в таких вещах, которые, наверное, сами конструкторы не могли себе представить. Вот, кстати, вот эти вертолеты, да, эти аллигаторы украинцы сбивали раньше. Вот я попрошу наших режиссеров поставить видео, как 1 мая, вот будто бы неуязвимый аллигатор российский был сбит из украинского, я подчеркну, противотанкового комплекса «Стугна», то есть обычным Птурсом. А вот в августе боец 93-й бригады сбил очередной К-52 еще советским ПЗРК «Игла». Вот мы все говорим, что Россия воюет устаревшим советским оружием, но что не так с их современными образцами вооружения и техники? Надо понимать, что на самом деле проблема не столько в технике, сколько уже теперь в профессионализме тех, кто воюет с нами. Мы все-таки перелопатили основную массу профессионалов, которые пришли к нам 24 февраля. Вы посмотрите, сейчас количество летательных аппаратов, самолетов плюс вертолетов уже больше 500. То есть это реально, не говорю, что все летчики появились, но основная масса из них уже теперь не смогут никогда летать. Поэтому я думаю, что и летают сейчас там какие-то вторые звенья, курсантов, пенсионеров они пытались садить на самолеты. Подготовить профессионального летчика, который может принимать активное участие в боевых действиях, это очень сложный процесс. И ни одного дня, ни одного возраста.